всем привет дорогие друзья снова рад вас приветствовать на своем канале сегодня у нас 7 урок мы продолжаем тему сниферов на прошлом уроке мы рассматривали фидлер everywhere а сегодня мы поговорим о чарльзе поговорим о основном функционале чарльза прокси и о том что нужно знать что нужно использовать в чарльз прокси тестировщику поэтому урок у нас получится достаточно объемный но при этом мы рассмотрим весь базовый функционал который в принципе нужен тестировщику но если что-то забыл пишите в комментариях но в принципе я думаю основные тузы мы покроем поэтому урок будет интересный и так начинаем сегодня по плану мы с вами выполним следующее задание первым пунктом мы сделаем redirect в maprimo tool вторым пунктом мы поработаем с rewrite tool и изменим хидр реквеста и body response а третьим пунктом мы посмотрим как работает функция breakpoint на практическом примере и изменим статус код респонса четвертым пунктом мы замокаем подменим наши данные в мак локал подменим наш массив из данных джейсоне на картинку прямо в приложении и посмотрим что из этого выйдет посмотрим как работает троттлинг это пятым пунктом попробуем по нему манипулировать немножко с интернетом также я покажу как можно менять настройки интернета на айфоне в режиме разработчика шестым пунктом попробуем сделать какой-нибудь урл в блок листе то есть заблочить наши соединения седьмым пунктом попробуем за за автоматизировать наши запросы восьмым пунктом мы очистим кэш и куки то есть по сути мы реализуем все те штуки которые мы делали фиддлер и everywhere на прошлом уроке на прошлом туториале единственное что тут мы еще посмотрим на троттлинг и брэкпоинты и так начинаем а сверяем наш локал айпи 192 168 133 все верно запускаю приложение шахматы на котором я буду проворачивать подмены данных у вас это может быть какое-то другое приложение суть остается той же посмотреть основные фичи чарльза пошел трафик через снифер мы видим во вкладке structure побежали запросы и так первым пунктом мы попробуем сделать redirect с помощью map remote tool для этого мы должны выбрать урл которым с которым мы будем работать который мы будем подменять и давайте так же как в уроке с фиддлером сделаем redirect нашего чес тв который транслирует показ твича а мы поменяем твич на youtube к примеру ищу наш твич в запросах и фокусируясь на данном запросе кликая правой кнопкой мыши выбираю фокус далее кликаем по дроп-дауну с названием tools вверху нашего экрана если у вас мак либо кликаем на значок инструмента и выбираем а приму тул видим появилось окошко в котором нам нужно поставить галочку о том что мы действительно хотим включить наш map remote и далее нажимаем это добавить у нас появится окошко которое разделено на две части это map from и map to в верхней части таблички нужно вести хост который мы хотим поменять в нижней части таблички хост на который хотим переходить вместо этого копируем урлу нашего player twitch tv возвращаемся в наш map remote и вставляем урлу хоз далее мы нажимаем таб чтобы остальные обязательные поля такие как протокол и путь если он у нас есть они заполнились автоматически прошел автоматический парсинг кнопка таб это очень важно друзья не забываем ее нажимать заполняем вторым хостом наш youtube на которой мы хотим осуществлять redirect в нашем запросе нажимаем ok и обновляем нашу страничку на клиенте в телефоне видим данные успешно подменились все хорошо с первым пунктом мы справились давайте отключим наш map remote и обновим клиент вторым пунктом мы осуществим подмену данных hydra request а и body response а такие же манипуляции мы проворачивали с вами на прошлом занятии фидлере через задание правил давайте теперь провернем это уже в rewrite tool перейдем во вкладку events приложение это можно делать и в других вкладках но просто здесь достаточно в понятном виде реализованы поля hydra и body поэтому я выбрал именно ее для примера для наглядности видим в нашей колонке structure набежало уже большое количество запросов а нам нужны именно наши ивенты давайте отфильтруем запросы по слову чес от тех данных которые нам не нужны и сфокусируемся на ческом далее будем работать именно с этой сессии можно раскрыть посмотреть какие данные уходят и приходят от этой корневой урлы нас интересуют данные вкладки на которые мы сейчас с вами находимся в приложении вкладка называется events и в ней как вы видите расписаны шахматные соревнования название турнира где когда соревнования проходят сколько в них будет раундов и флаг страны которая принимает турнир переключимся на эту вкладку в structure и посмотрим что тут переходим во вкладку contents смотрите правую часть интерфейса чарльза тут можно разделить условно на две большие части верхняя часть это часть которая у нас отвечает за реквесты то есть за запрос на сервер нижняя часть это соответственно наш ответ сервера и как верхняя так и в нижней части есть табы по которым мы можем переключаться и поизучать данные если это нам необходимо видите да в верхней части запроса у нас есть вкладка header query string куки ролл и в нижней части у нас куча вкладок компресс java script hitters джейсон джейсон текст рау и так далее точно так же будет если мы переключаемся в интерфейсе чарльза на вкладку sequences тут данные представлены чуть по-другому наши запросы тут отображают статус код плюс метод плюс информацию о старте сессии и ее продолжительности также размер и статус исполнения и если мы выберем какой-то запрос включим вкладку contents то мы увидим такое же условное деление верхней и нижней части на вопрос на запрос к серверу на реквест и на ответ абсолютно такое же как и в нашей structure давайте вернемся в наш structure и реализуем подмену сидра реквеста видим что в хидре реквеста вкладке events достаточно много полей и мы не знаем какие из них обязательные какие необязательные у нас с вами нет никаких требований но нам очень хочется попробовать что-то подменить чтобы наглядно увидеть как сработает наша подмена данных наше замокивание данных по такой же схеме как в первом примере мы заходим в тул опять начинаем стул только теперь выбираем рерайт ставим галочку enable rewrite нажимаем это добавить давайте переименуем наше правило реквест хидр выйдем на мейн меню чтобы скопировать урлу возвращаемся в правило в локейшн добавляем урл и нажимаем таб для автозаполнения полей теперь смотрите нам нужно выбрать конкретное поле в нашем хидре которое мы захотим подменить давайте попробуем подменить язык копирую title поля и возвращаюсь в правило в drop down меню выбираем тип операции с данными у меня эта работа по изменению хидра заголовка смотрите тут нам необходимо заполнить поля нейм и валью причем в первый раз мы вводим те данные которые у нас трекаются в данный момент а вот чуть ниже мы будем заполнять уже те данные на которые мы хотим осуществить нашу замену нейм поле у нас сейчас мы скопировали это отцепт лэнгвич овалию это м тире us далее заполняем нижнюю часть а именно то на то что мы хотим поменять наш хидр реквеста нейм поля оставим старый а вот значение давайте поменяем просто для примера на рус к примеру обновляем наш клиент и видим что на самом клиенте ничего не изменилось но под капотом наш хидр изменился могу сделать предположение что скорее всего в нашем приложении шахматы просто не реализована русская локаль либо нужно было вводить серу вместо рус поэтому на клиенте ничего не поменялось и никаких изменений сервер нам не отдает именно на клиент не посылает давайте скопируем урлу еще раз и сейчас провернем трюк с подменой body response а для этого также идем в рирайту и создаем второе правило name body response location вставляем урлу плюс нажимаем таб не забываем давайте посмотрим что же мы можем поменять в нашем body ответа для этого выходим на main экран и раскрываем ответ нашей сессии в джейсон тексте чтобы это было читабельно чтобы мы смогли понять что там есть вообще и чтобы это было в читаемом виде смотрите если помните на прошлом уроке мы фидлере также рассматривали этот массив данных в принципе этот массив и есть информация о турнирах которая транслируется в нашем приложении и выводится сейчас на экран предположим мы хотим сделать подмену данных давайте возьмем третий турнир на экране это турнир вальтон бангладеш для этого я нажимаю поиск control плюс f также как в ворде и ищу данные конкретно об этом турнире в нашем массиве копирую тот кусочек то значение которое я хочу подменить дальше возвращаюсь в рерайт турул выбираю в дропдауне ту операцию которую хочу совершить а именно подмену body внимание чекбокс у нас уже на респонсе потому что мы хотим изменить ответ сервера видим тут уже нам не нужно будет заполнять нейм а лишь необходимо заполнить валью и предположим значение которое я хочу поменять это слово national и вместо него сделать турнир international ok проверяем еще раз ok и обновляем наш клиент видим что на клиенте наш турнир вальтон багла бангладеш стал интернациональным и давайте проверим под капотом в нашем массиве действительно ли он стал интернациональным видим да и друзья поздравляю вас мы завершили успешно наш второй пункт по плану и переходим к реализации третьего пункта и так у нас третий пункт это мог данных с помощью брэкпоинта скажу так многие тестировщики с которыми я знаком они используют чарльз любят этот инструмент конкретно из-за фичи брэкпоинта и она представляет собой разрыв соединения которое вы можете задать на конкретном энд поинте то есть вы можете вбить конкретный адрес при переходе на который чарльз будет разрывать соединение и вы сможете мокать данные запроса ответа вручную своем видео про собеседование если не посмотрели посмотрите обязательно я упоминал уже о том что ручном тестировщику нужно уметь работать со снифером так вот на паре собеседований у меня спрашивали умею ли я работать с брэкпоинтом то есть фича именно чарльза прокси я связывался с тех командной фидлер талерик мы иногда поддерживаем с ними связь и на мой вопрос про то собираются ли они добавлять фидлер everywhere брэкпоинт функцию брэкпоинта они очень долго пытались как-то узнать мое мнение зачем мне эта функция нужна как я ее буду использовать в своей работе и самое забавное что я спрашивал это только потому что мне хотелось видео с вами поделиться вот этой эксклюзивной информации по срокам добавления этой фичи я знаю много и все вот не могут дождаться уже больше года скажем так если кратко то функция добавляться не будет это мне ответили разработчики и манипуляции с данными реализована фидлере в rules то есть разработчики фидлера не хотят нагружать перегружать интерфейс отдельными какими-то мелкими фичами они считают что в принципе функцию брэкпоинта функцию именно разрыва соединения на данный момент можно выполнять именно только в rules в самом компоненте rules и в принципе на самом деле я тоже не понимаю почему эту фичу считают настолько эксклюзивной адепты чарльз прокси если можно реализовывать подмену в rules и делать фокус через поиск интересующего нас урла но возможно я чего-то не знаю тогда напишите об этом в комментариях и так меняем статус код через брэкпоинт заходим в табу прокси breakpoint settings ставим чекбокс enable breakpoint и как я говорил breakpoint это точка в которой у нас будет происходить наш разрыв соединения для наших экспериментов это урла будет www челс ком вставляем в хост этот урл и нажимаем tab для авто заполнения строк ставим чекбокс какие данные мы хотим с вами менять реквеста или респонса нашем случае мы хотим поменять статус код от сервера поэтому чекбокс на респонсе обратите внимание верхней панели чарльза у нас активировался чекбокс розового цвета который говорит что breakpoint функция breakpoint а она сейчас активно и как только на клиенте мы перейдем по данной урле наше соединение будет разорвана обновляем клиент и наше соединение действительно разрывается ведь в structure у нас только один урл и справа у нас три вкладочки конкретность относящиеся только к данной сессии а именно overview request и response и прямо в этих вкладках тут мы можем подрядачить данные полей мы с вами заменим статус код ответа сервера 200 окей на 500 и на серверную ошибку смотрите об успешности наших манипуляций нам говорят вот эти вот черные бомбочки справа в страх червидите да которые означают что у нас произошли серверные ошибки и мы можем открыть подробности и убедиться действительно изменился ли статус код поменялся ли он на 500 и и так подменить статус код через breakpoint как вы видите труда у нас никакого не составила по поводу багов у нас нет документации проекта но я могу предположить что если мне приходит ошибка сервера возможно на клиенте также должна выводиться ошибка или какой-то поп-ап хотя бы но у нас просто не прогрузилась ничего на странице на нашем клиенте на нашем телефоне как я уже сказал требований нет поэтому претензий никаких у нас быть не может очистим данные наших сессий третий пункт мы закрыли и теперь переходим к map local это четвертый пункт нашей практике с чарльзом по плану мы заменим наши сессии массив данных на рандомную картинку и посмотрим как поведет себя в этой ситуации клиент map local находится у нас в тулах обновляем наш клиент для получения урла для работы с map local копируем и идем в map local ставим галочку enable нажимаем на это и вставляем урлу плюс не забываем так нажать так смотрите по большому счету это очень похоже на то что мы проворачивали с рерайтом нам нужно указать файл который мы хотим поменять и файл на который мы хотим поменять здесь мы даем для подмены файл именно локально с нашего компьютера я выбираю просто картинку сохраненную себя на компьютере теперь как только мы будем осуществлять переход по урлу ческом то моим ожиданием будет то что у нас будет подгружаться наша замоканная картинка мы можем подгружать все что угодно все что заложено нашими требованиями на проекте к примеру это какой-то нереально огромный json файл к примеру это какая-то картинка в каком-то определенном формате там png или видео в mp4 все что угодно все что у нас по требованиям выводится на клиент соответственно мы проверяем и говорим да все работает либо нет это поведение не является ожидаемым и далее согласовываете эти моменты уже в рабочем порядке с разработчиками либо с вашим тим лидом либо с тем кто составлял требования и так далее также если есть необходимость можем посмотреть информацию о том что мы подгрузили к примеру конкретно у нас это формат картинки и так четвертым пунктом разобрались и переходим к пятому пункту функции троттлинга ребята функция троттлинга это фича которая помогает нам осуществить проверки связанные с сетью к примеру мы хотим проверить насколько хорошо себя чувствует продукт на низких скоростях интернета будет ли она вообще подгружаться в 3g и в 4g на разных скоростях с прерываниями и так далее возможно наше приложение подгружает какой-то контент в определенном качестве мы можем как тестировщик узнать будет ли меняться это качество зависимости от той скорости интернета которая теоретически может быть у пользователя крайне важная фича мы можем проверить как поведет себя приложение при разрывах с интернетом будут ли какие-то поп-апы о том что интернет к примеру временно отсутствует ну и для примера мы с вами попробуем подгрузить страничку ютуба на низкой скорости и посмотрим что из этого выйдет и так заходим в прокси троттлинг и видим тут окошко с кучей всевозможных настроек интернет сети ставим галочку enable троттлинг далее мы можем выставить чекбокс для того чтобы наш троттлинг срабатывал для какого-то определенного хоста если мы не хотим чтобы троттлинг работал у нас для всех соединений то выставляем определенный хост я добавляю url youtube by смотрите по поводу всех настроек их тут достаточно много поэтому под этим роликом я дам ссылку с полным описанием всех значений все что тут заполняется она описана в документации что за что отвечает и если вы захотите углубиться в тестирование сетей вы сможете почитать самостоятельно ну а мы для примера посмотрим как же будет работать наш youtube если к примеру ограничить интернет до скорости 56 килобайт в секунду то есть на совсем медленный интернет такой интернет из двухтысячных годов скажем так переходим на сайт ютуба у нас на клиенте и видим такого домена не существует и произошел автоматический редирект на youtube ком это моя ошибка youtube by не существует существует youtube ком давайте поменяем домен у нас в троттлинг троттлинг settings пока что мы не активировали наш троттлинг посмотрим как грузится видео сейчас а теперь активируем наш режим троттлинга черепашка в верхней части панели стала зеленой видите туда попробуем за троттлить еще раз обновляем страницу в браузере и видим что видео не грузится видим спустя секунд 5-7 подгрузились наши превьюшки давайте попробуем загрузить видео видим она не грузится но как только мы отключили троттлинг видео снова начали подгружаться то есть видите функция троттлинга работает если мы делаем интернет настолько низким что он не успевает обрабатывать те данные которые у нас приходят сервера то он просто не подгружает точнее подгружает но крайне медленно и так мы посмотрели как работает функция троттлинга в чарльзе и я хотел бы вам показать еще один способ как можно регулировать настройки нашей сети играться с нашим интернетом непосредственно через режим разработчика если вы тестируете к примеру на айфоне на мобильном устройстве для этого заходим settings на нашем айфоне скроллим примерно до середины телефон должен быть подключен компьютеру через кабель открываем вкладку network link выбирая конкретный режим сети в которой мы планируем работать на нашем девайсе к примеру у меня сейчас это lte и итогом не забываем перевести в активное состояние и таким вот они замысловатым образом мы также можем корректировать настройки нашей сети конечно уже не так широко как мы это сделали сейчас в чарльзе но все же тоже можно далее мы посмотрим как работает блок лист для этого заходим в tools блок лист и тут мы можем вывести те урлы переходя на которые чарльз будет проводить автоматическую блокировку видим что можно дропа соединения или вызвать 403 ошибку на выбор давайте добавим youtube в блок лист и попробуем перейти на сайт youtube а в браузере и видим что-то пошло не так все у нас загрузилось что-то не так перепроверим блок лист вроде тут все в порядке кстати скорее всего я знаю в чем может быть проблема а именно в секьюрных настройках сафари браузера давайте попробуем открыть youtube в google хроме к примеру и ура видим ошибку загрузки мы не можем перейти на youtube наш блок сработал отключаем блок переходим на youtube еще раз и видим сайт снова открывается итак наш шестой пункт успешно закрыт переходим к последним двум пунктам и так и 20 repeat функция которая позволяет нам циклить наши запросы к серверу если вы работали с джей метром а инструментом нагрузки то вы наверное подумали сразу о нем кстати если хотите туториал от меня по джей метро то пишите также об этом в комментариях сделаю функция позволяет нам также сделать запросы на определенные адреса и делать автоматические повторения с настройкой времени и количеством повторений для чего это нужно тестировщику первое нагрузить сервер и проверить все ли хорошо под нагрузкой второе возможно затрекать какие-то коннекты с временными интервалами посмотреть насколько корректно происходит обработка данных под капотом ничего ли у нас не ломается не задваивается и тем самым сымитировать несколько пользовательских сессий переходим в секвенсис выбираем запрос и нажимаем правой кнопкой мыши здесь выбираем количество итераций задаем количество юзеров для имитации запросов и задержку в миллисекундах запросах нажимаем окей и видим пошли наши автоматические запросы на сервер с этим пунктом мы разобрались и наш последний пункт это очистить кэш куки также как мы это проворачивали с вами фидлили everywhere очистим нашу сессию и обновим страничку клиента смотрите если мы раскроем информацию по конкретной сессии то мы можем увидеть куки как в реквесте так в респонсе мы даже можем раскрыть их более подробно и посмотреть что конкретно из данных у нас передается в куках чисто теоретически сюда может приходить даже какая-то секьюрная информация какие-то креденшинал и просто переходим в tools и выбираем но у кэшин блок cookies и теперь запросы будут блокировать кэш и куки запросов и соответственно в овервью сессии будет это также указываться что блокируется кэш и куки таким образом дорогие друзья подводя итог нашего урока по работе данных фидлере использовать моки и можно и нужно для тестирования мобильных приложений не только проверки негативных сценариев причем не зная ожидаемых результатов говорить о багах будет достаточно сложно мы тестируем наш бэкэнд смотря как ведут наши обязательные необязательные поля в хидерах body мы можем спроецировать процесс отправки данных с клиента на сервер из сервера на клиент обратно все зависит от того что является вашей конечной целью протестировать на вашем конкретном проекте ну а на этом все спасибо за внимание а на следующем уроке это будет 8 практически туториал мы разберем как снимать логи с мобильных девайсов с айфона союз устройства из android всем пока